МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новость в Дагестан. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Помочь нуждающимся или заработать на них сотрудники Минтруда и администрация Кушинского района подозревают в хищении более 200 миллионов рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Побили свой же рекорд. За полгода Дагестан посетили 860 тысяч туристов. Какие локации в республике самые популярные, узнаем в выпуске. Из новых территорий в страну гор. Боксеры из Запорожской области провели двухнедельный сбор в Дагестане. О впечатлениях гостей в спортивном блоке новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело о хищении более 200 миллионов рублей рассмотрит Советский районный суд Махачкалы. Обвиняемыми по делу проходят 7 человек. Начальник управления социальной поддержки и экс-руководитель отдела жилищных субсидий Минтруда республики, а также заместитель главы Акушинского района и четверо местных жителей. Они организовали преступную группу для присвоения в особо крупных размерах бюджетных средств посредством мошеннических схем. Деньги предназначались для обеспечения жильем нуждающихся, участвовавших в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и аварий на химкомбинате «Маяк». Задержанные подыскивали таких граждан, вступали с ними в предварительный сговор, либо вводили в заблуждение о законности своих действий. Далее изготавливали фиктивные документы об отсутствии в их собственности жилья и незаконно увеличивали количество проживающих с ними членов семьи. Несмотря на высокие прошлогодние показатели, Дагестану удалось в очередной раз побить свой же рекорд. За полгода страну гор посетили 860 тысяч туристов. Такие данные приводит курирующая отрасль Министерства. В нынешнем году за первые полугодия республика приняла на 8% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличился и пассажиропоток аэропорта Махачкалы. Он вырос на 4% и составил 1,3 млн человек. Также стало известно, какие локации завоевали самую большую популярность у путешественников. Это светомузыкальный фонтан в Дербенте, ракетный корабль «Лунь», цитадель на рынке Ла, Сулакский каньон, Салтинский водопад, Старый Кахиб и башни Гор. Бархан-Сарыком, а также достопримечательности Ахтынского района. Жилой квартал «Гранатовый», строящийся в Дербенте компанией «Эффект Девелопмент» признан лучшим проектом комфорт-класса в Южном и Северокавказском федеральных округах. Итоги конкурсного отбора самых стильных компаний и проектов на рынке недвижимости были подведены на финальной церемонии премии «Урбан» в Краснодарском крае. К этому процессу были привлечены 74 эксперта. Соревнование проходило по 61 номинации. Впервые в истории приз достался на обостройке из Дагестана. Приятно, что самым лучшим среди комплексов комфорт-класса, строящихся на юге страны, стал жилой квартал «Гранатовый» от компании «Эффект Девелопмент». И я уверен, что это только начало, потому что наш слаженный коллектив настроен только на победы. «Эффект Девелопмент» также был отмечен и на международной премии рекорда рынка недвижимости как «Девелопер года в Дагестане». Сама компания является флагманом федеральной программы по развитию микрорайона «Южный» в Дербенте и активно участвует в социальных проектах региона, сотрудничая с местной властью и спонсируя нуждающихся. А также является официальным партнером Национальной футбольной лиги Республики и Дагестанской лиги КВН. Победителем номинации «Девелопер года» Республика Дагестан «Эффект Девелопмент». «Эффект Девелопмент»! Вот кто будет застраивать красивыми отелями и местами Дагестан. Кстати, шутки шутками, пока ребята идут, скажу, что правда, пока там нету классных отелей. Есть какие-то отдельные шале, отдельные люди, которые для себя чего-то строят, но пока вот люкса, класса какого-то крутых отелей нету. Так что, ребят, вам есть над чем там работать, потому что очень красивый регион, потрясающие виды и всего два с половиной, три часа от Москвы. Для нас большая честь находиться сегодня здесь, на этой сцене. И за это я хочу поблагодарить жюри, которая сделала этот выбор. А еще я хочу сказать большое спасибо своей команде, которая работала над этим проектом и продолжает трудиться. Они большие молодцы, и я горжусь ими. Спасибо! Спасибо вам большое! Поздравляю! Церемония награждения в Москве собрала более 600 топ-менеджеров рынка недвижимости и более 300 номинантов из 25 регионов России. Победители определяли по итогам голосования покупатели и жюри. Отметим, что рекорды рынка недвижимости это самая крупная и престижная премия, собирающая максимальное количество номинантов, объектов и гостей. Каждый год она определяет лучших из лучших в отрасли, награждая знаком качества. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев посетил Дагестан. Всего участием в Доме дружбы Махачкылы состоялась крупная пресс-конференция с общественниками и журналистами. Во встрече также приняли участие глава Республики Сергей Меликов и муфти Дагестана шейх Ахматафанди. Подробнее в сюжете Хамзу Нармагомедову. Долго не удается эту заразу преодолеть. С такими словами начал свою речь глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев на встрече с журналистами и общественниками. Пресс-конференция проходила в Доме дружбы Махачкалы, где также приняли участие глава Республики и муфти Дагестана. Гость из Москвы поделился своей точкой зрения как по поводу недавнего террористического акта, так и по вопросу Никаба. Никогда в России на территории Российской Федерации, на территории Российской империи из изучения в Средней Азии не носили никого. Ни татары, ни мошки, ни народы Северного Кавказа. Никогда. Вы можете легко посмотреть в интернете замечательные национальные наряды женщин, мусульманских народов. Никогда не носили никого. Это факт. Ахмат Харджи был первым, кто определенно и ясно высказался по этому поводу. Есть другие серьезные аккредиты в России, в разных регионах, которые высказываются подобным образом. Я благодарен Ахмат Харджи за то, что его позиции и сна, и не двусмысленные. В ходе беседы вопросы экспертам задавали представители как региональных, так и федеральных СМИ МОФТИ региона на вопрос о том, будет ли усилена работа по духовно-нравственному просвечению. Население ответил следующим образом. Мы двигаемся в одном направлении. Нам что нужно? Нам нужно здоровое общество. Я не говорю, нам нужны все люди, чтобы в мечеть ходили. Это уже каждого индивидуально свое дело. А нужно здоровое общество. Для этого, если мы не будем чувствовать ответственность, тогда, конечно, вот такие проявления будут. Нам же лучше обратить внимание, анализировать свои ошибки и дальше на эти же грабли не наступать. Поэтому я очень рад за этот вопрос и все время буду надеяться на всех журналистов. Ну, здесь было сказано, новые очаги, говорит, могут образоваться. Нет. Никакие новые очаги не будут. Новые очаги будут, когда общество и государство, они будут чувствовать, что слабее. Здесь, у нас в Тагестане, ни общество не слабее, сильное общество и государство сильное. И никаких новых очагов бить не может. Духовный лидер, говоря о нашумевшей теме никаба, то есть той форме одежды, которая закрывает лицо человека, в очередной раз объяснил свое решение о временном запрете. И это не касается обязательного для мусульманки одеяния хиджаба. Что касается хиджаба, мы с главой тоже говорили, с министром тоже говорили. Здесь никто не собирается платок отменить, как тот день я сказал, и заставить. Кто хочет, одевает. Кто не хочет, не одевает. Это свободный выбор. Но нехаб на сегодняшний день нельзя. Почему? Потому что за любой преступник может совершать преступление, одевать нехаб и убежать. Это же мы кому помогаем? Помогаем преступникам. Неужели и в это время нельзя нам смелый шаг делать и сказать нет, никак не будет. И так ты не одеваешь это? Дагестанцы мудрый народ. Они иногда притворяются, что междунационально здесь какое-то есть разногласие. Ну, какое-то между селами, районами есть. Никогда разногласий тоже не было. Мы видели в 41-м году, как Дагестан в нужное время все стали. в 99-м году никто какой нации никого не спрашивал. Все стали. В Ботлихе даргенцы были. Где даргенцы, где Ботлихе? В Дагестане очень мудрое, хорошее общество и вот это последняя трагедия, вот этот случай нас разбудило и сплотило. Поэтому дальше, как наша сестра говорит, за себя и за того парня будем работать. В ходе беседы затронули проблемы местного значения. Все соцпрограммы, как заявил Сергей Меликов, будут реализованы несмотря на попытки помешать этому, в том числе подобными террористическими актами. Также была затронута тема нехватки качественных профессиональных кадров, в частности, на муниципальном уровне. Опосредованно поступило предложение, кого я должен назначить на Сергея-Калинский район. Кого? Я должен знать. Вы, наверное, понимаете, что это все люди не с простыми фамилиями. Естественно, это все не принимается вообще никак и не будет принято, я вам это гарантирую. Но, тем не менее, это и есть в Дагестане, равно, как и бытующий анекдот. Я готов быть в вашей команде, это первая фраза. Вторая фраза, я готов выполнить любое ваше поручение, вторая фраза, назначьте меня министром. На вопрос, каким, ответ звучит любым, потому что я готов быть любым министром. Но мы же уже получили вот эти проблемы, которые имеем, например, в сфере образования. Это мы сейчас стали там по 10, по 20 школ строить, а что мы раньше не строили? Или там в каких-то других отраслях? Встреча завершилась твердой решимостью продолжить совместную созидательную работу во благо регионной страны в целом. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бихбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Молодежь против террора. Форум с таким названием прошел в Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история». Эксперты в формате диалога говорили с молодыми людьми о последних событиях в Дагестане. Подробности у наших корреспондентов. Недавние теракты в Дагестане, идеология ваххабизма, запрет Никапа и многое другое. На встрече были затронуты самые злободневные вопросы. В диалоге и дискуссии участвовали как молодежь Махачкалы, так и эксперты, ученые-богословы, спортсмены и представители власти. Мероприятие посетили также общественники и участники СВО. И в залах, и в спортивных залах, везде, чтобы мы могли работу провести точечно. И поэтому мы сегодня решили формат, диалог, чтобы мы могли вопрос, ответ на таком формате. И религиозный деятельность, и спортивное сообщество, и АТК. Вот такой формат решили сделать. Если бы человек изучил бы историю пророка и знал бы он историю сподвижников, то не совершил бы такого рода поступок. В общем, отвечая на вопрос из-за нехватки знаний. Если у человека есть достаточные знания о жизни пророка и его сподвижников, то он прекрасно узнал бы и узнает о том, какое было отношение к другим представителям, как люди относились друг к другу и даже к врагам, какое было у них уважительное такое отношение. Я думаю, чтобы не произошло и не повторялось подобного рода поступки, нужно изучать знания и правильных знаний, и нужно их брать у правильного наставника, у правильного учителя. Один из вопросов касался воспитанников спортзалов, которые так или иначе могут быть подвержены пагубной экстремистской идеологии. В этом направлении будет проводиться более тщательная просветительская работа. «Это общая наша беда, общая наша проблема, которую мы только сообща, сплоченно вместе можем бороться. Я уверен, особенно в всех спортивных учреждениях, подвесных министерств спорта и так далее, там огромная работа, профилактика проводится, и дай бог и дальше, и на сегодняшний день из этих залов, по крайней мере последним событиям в аэропорту Махачкале наших воспитанников нет. Но мы все равно не говорим о том, что мы за других ответственности несем. Конечно, мы несем и мы запреживаем, потому что это наша общая боль и печаль, беда. Большую работу, видимо, какие-то корректировки мы должны вносить». На этой встрече каждый мог задать свой вопрос как устно, так и письменно по номеру телефона. В ходе беседы говорили и о том, как уберечь себя от негативного влияния запрещенных группировок. «Есть люди, которые придерживаются этих радикальных идеологий, люди, которые, как спящая ячейка, наверное, правильно будет назвать это именно так. И они, как та же самая клеточка уцелевшей раковой опухоли, со временем начинают находить единомышленников, развиваться и, к сожалению, в таком негативном свете выходить на люди. И происходят такие неприятные истории, события, теракты». «В то время лежал в госпитале ветерана и где-то были слышны вот эти выстрелы. Я думаю, что происходит? Потом все через телефон скидывают, сразу увидел, что я не думал, что в Махачкале, в Дагестане такое уже возможно. Лет 10 назад, там 12, в принципе, если это произошло, я бы не удивился. Сейчас я удивился, ну, что делать? Так получилось, конечно. Жалко, что наши ребята пострадали. Ну, вот так встречаться, и я думаю, у нас сознание некоторых ребят поменяется. Хоть какая-то польза будет, если не всем, но какому-то количеству людей». Форум длился около двух часов. Организатором мероприятия выступило управление спорта, туризма и работы с молодежью Махачкалы и Муфтия Дагестана. Подобные разъяснительные встречи с подрастающим поколениям планируется проводить на регулярной основе. Салия Магомедова, Хамза Нурмагомедов, Ислам Халиков, Мурат Биг Барзов, Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Боксеры из Запорожской области провели двухнедельный сбор в Дагестане. Команда из 10 человек в основном тренировалась в школе Гайдарбека Гайдарбекова. На одном из занятий побывал Курбан Рагимов. Он узнал, какие впечатления остались у гостей от пребывания в нашей республике. Ему слово. Скакалка, бой с тенью и работа в парах. Это заключительная тренировка боксеров из Энергодара в Махачкале. В столице республики спортсменов из Запорожской области тепло встретила школа Гайдарбека Гайдарбекова. Здесь гости завершают подготовку к Кубку Азовского моря. Опытом и мастерством с ними делятся обладатели медалей Олимпийских игр. Мы очень рады, что они к нам приехали. Это очень важная встреча для нас и для них тоже это очень важно. Поэтому с радостью как всегда дагестанское гостеприимство проявляем как можем. Для них огромная радость здесь спокойно в остановке тренироваться и иметь такую возможность познакомиться с новыми людьми нашими дагестанцами. Это для них большая радость. Благодаря депутату Государственной Думы Абдухакиму Гудудиновичу они ребята приехали сюда. Он дал возможность им приехать спокойно побывать в Дагестане и сегодня хочу его поблагодарить за то, что он обеспечивает их и питанием и проживанием. За эти две недели боксеры успели поездить и по другим залам. Проводили тренировки в школе высшего спортивного мастерства и в Каспийской спортшколе лидер. А на выходных отдых и экскурсии по некоторым достопримечательностям нашего региона. Все спортсмены в Дагестане впервые. Впечатления самые яркие. В Дагестане в общем хорошо, гостеприимно приняли нас хорошо. Побывали на многих экскурсиях, в хороших местах. Тренируемся каждый день, отдыхаем. Мы были в Главрыбе, были в ущелье, посетили духовный центр, стройку духовного центра, даже были в мечети. Впечатления хорошие. Во-первых, изначально гостеприимства. Дагестанское гостеприимство нас очень хорошо встретили, как в зале, то есть касаемо быта, проживания, питания, то есть все это было на высшем уровне. Дагестанская разнообразная кухня, постарались по максимуму мы. Сейчас я не буду названий блюд, но как бы под чутким руководством людей. Вкусно и сытно, да? Вкусно и сытно, как один сказал человек, то есть дагестанская кухня, она только для сильных. После тренировки свои силовые трюки гостям из Энергодара показал знаменитый рекордсмен Амар Ханапиев. Богатырь из Кизелюрта скручивал гвозди и держал в зубах тяжеленные гири. Боксеров не отпустили домой без подарков. Экипировку и спортивный инвентарь привез меценат и общественник из Карачаева, Черкесии Марат Узденов. По приглашению брата я тоже сегодня приехал сюда, чтобы поддержать ваши руки и чтобы вам запомнилось эта поездка в Дагестан самым наилучшим образом. Чтобы мы еще раз хотели сюда приехать и не только сюда, но весь Кавказ вас готовы принять в любом месте Кавказа. Так что можете еще раз совместно в Карачаевске, если сбор сделаем. Если наши братцы скажут, все сделаем. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Тэквандист Алясхаб Рамазанов стал победителем Всемирных игр среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Южной Корее. Дагестанский спортсмен отличился в категории свыше 80 килограмм. Воспитанник столичной спортшколы имени Магомеда Джафарова провел на турнире три поединка. В финале он одержал волевую победу над соперником из Бразилии. Рамазанов чемпион мира. В конце августа ученику тренера Руслана Биарсланова предстоит участие в Паралимпийских играх в Париже. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Акмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова